Я правильно понимаю? Инжир сожрал лосу. Инжир сожрал лосу, да. И он постоянно... Вот. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарынске Мази Дети. И я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы. И сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. Мы с вами поговорим об инжире. Существует такое мнение, что когда мы едим плоды инжира, то мы вместе с этими плодами съедаем дохлых хоз, которые являются их опылителями. Ну, давайте попробуем разобраться, как же устроено опыление инжира и действительно ли мы съедаем мертвых насекомых, когда едим эти плоды. Наверное, особенно эта тема заинтересует веганов, которые не едят пищу животного происхождения. Ну, и может быть, у кого-то появится новая фобия, я не знаю. Инжир – это легендарное растение, у него множество имен. Он называется инжир, он называется фига, он называется смоква, смоковница и так далее. Действительно, это растение упоминается еще в Виглии. И на сегодняшний день считается, что это растение человек начал культивировать еще раньше, чем он начал культивировать зерновые культуры, такие как, например, пшеница или ячмень. Уже сейчас есть археологические свидетельства, которые говорят о том, что инжир культивировался людьми более 11 тысяч лет тому назад. То есть история нашего существования довольно большая. И тем не менее, долгое время было не совсем понятно, как происходит опыление этого растения, потому что тут есть кое-какие трудности. Наверняка, если вы были, например, в странах Средиземноморья, где много, в том числе и диких деревьев инжира, можно встретить в природе, можно встретить их и, например, на Кавказе, может быть, вы обращали внимание, что на этом растении никогда нет цветов. На самом деле инжир цветет, но его цветы спрятаны глубоко внутри соцветий, напоминающих по форме мешочки. И вот то самое, что мы с вами видим на деревьях инжира, это как раз и есть соцветия, как будто бы вывернутые наизнанку, и цветки инжира находятся внутри. Поэтому обычные насекомые, которые опыляют другие растения, добраться до цветков инжира не могут. Есть специальные осы, называются эти осы бластофаги. Они очень маленькие, их размер всего-навсего полтора-два миллиметра, которые удивительным образом в своем размножении связаны с инжиром, и которые как раз и опыляют эти растения, и благодаря им как раз завязываются внутри соцветий семена. Ну, давайте по порядку. Ну, во-первых, вот эта вот странная форма соцветия, напоминающая мешочек, оно называется сиконий, сикониум, еще по-другому. И это соцветие, оно со всех сторон закрыто, и есть только маленькое отверстие на верхушке этого соцветия. Через это отверстие внутри соцветия и попадает, собственно говоря, оса. Соцветия бывают двух типов. Есть соцветие мужское, которое называется каприфиги, и мужское соцветие не развивается в зрелый вкусный инжир. Оно всегда сухое. И соцветие устроено следующим образом. От этого маленького отверстия на верхушке сикониума ведет внутрь, в расширение, ведет узкая трубочка, и в этой узкой трубочке расположены мужские цветки, которые производят много пыльцы. Хорошо развитые такие мужские цветки. А внутри каприфиги находятся женские цветки, но они не вполне развитые, и у них очень короткие рыльцы пестиков. То есть эти цветки невозможно оплодотворить, из них не развивается плод. Так вот, эти цветки называют еще галловыми, и эти цветки служат замечательными колыбельками для потомства ос. Маленькая оса, самка, проникает внутрь каприфиги через вот эту вот маленькую крошечную дырочку, и дальше она добирается до женских галловых цветков, и с помощью своего яйцеклада в завязи этих цветков откладывает яйцо. Соответственно, все развитие ос происходит внутри каприфиг, и внутри завязи маленьких женских цветков происходит развитие. Оса откладывает яйцо, затем развивается личинка, она кормится тканями завязи, и когда наступает момент, то она окукливается, и из куколки выходит уже взрослая насекомая. Так вот, самцы развиваются быстрее, чем самки у этих ос, и они раньше выходят из куколок. Кстати, самцы этих ос не имеют крыльев, но они похожи на таких маленьких муравьишек. А вот самки крылаты, и дальше они что делают? Они помогают, во-первых, выбраться самкам, они прогрызают завязи, в которых находятся самки, и там же происходит оплодотворение. После того, как самцы оплодотворили самок, как правило, они погибают. Чаще всего они даже не выбираются наружу. Последнее, что делают самцы, очень полезное и важное, они прогрызают выход, чтобы самка могла выбраться из каприфиги наружу, потому что отверстие очень маленькое. И вот крылатая самка выбирается из каприфиги наружу, при этом она должна пройти через узкий тоннель, ту самую трубочку, в которой расположены мужские цветки с тычинками. Она пробирается через эту трубочку, и в результате получается так, что вся самка покрывается слоем пыльцы. И дальше самка отправляется искать новую каприфигу для того, чтобы отложить туда яйца. Бывает, что она находит каприфигу, а бывает, что она путается, потому что внешне женские и мужские соцветия каприфиги и фиги очень друг на друга похожи. Если самка находит каприфигу, то она забирается внутрь соцветия и, соответственно, там откладывает яйца. Если же вдруг она перепутала, что случается нередко, то она забирается в соцветие женское, в соцветие, которое мы называем фиги. И внутри этого соцветия мужские цветки есть, но они не развиты, соответственно, они не производят пыльцу, но у самки уже есть пыльца на себе. А вот женские цветки устроены иначе. У них длинные рыльцы пестиков. В эти цветки, увы, самка не может отложить яйца, поскольку ее яйцеклад очень короткий, и, соответственно, он просто не способен достичь через рыльцы пестика завязи для того, чтобы отложить туда яйцо. Ну и, соответственно, как правило, самка после этого погибает. Но прежде чем погибнуть, она ползает по женским цветкам и опыляет их с помощью той пыльцы, которую она принесла из предыдущего растения. Таким образом происходит перекрестное опыление. Затем что происходит? И остается ли мертвая оса внутри соцветия? Происходит следующее. Инжир вырабатывает, созревая, особое вещество. Называется это вещество фицин. Это фермент, который перерабатывает полностью осу, перерабатывает ее до белков, которые, соответственно, идут на строительство самых разных тканей, на развитие самого плода. То есть, когда мы с вами едим инжир, даже если это дикий инжир, который оплодотворен осами, мы внутри сочного плода осы с вами не найдем. Так что можете смело есть и ничего не бояться. А то, что хрустит у нас на зубах, это маленькие плоды, которые с ботанической точки зрения называются орешками. Потому что по форме они такие, как, собственно говоря, должны быть орешки. Только очень маленькие. Если мы с вами покупаем инжир в магазине, инжир, который выращен человеком, то часто это бывают такие сорта инжира, которые называются портенокарпиками. Это те сорта, на которых обозревают плоды без оплодотворения осами. То есть, там не требуется участие ос для в этом достаточно сложном процессе оплодотворения. Поэтому вы можете смело совершенно эти плоды есть, и там уже никакой опасности нет, соответственно, съесть вместе со сладким плодом осу. Но, как мы с вами выяснили, и даже в диком инжире, который оплодотворяется осами, от осы, собственно говоря, тоже ничего не остается. А вот те самые мужские плоды, каприфиги, где, как правило, остаются те самые погибшие самцы, которые не могут выбраться наружу, и чаще всего погибают внутри этого соцветия, их оболочка не становится такой сочной, мягкой и сладкой, и мы не используем эти соцветия в пищу. Ну, кстати говоря, строго, с точки зрения ботаники, те самые инжирины, которые мы с вами покупаем в магазине и используем в пищу, это не плоды. Плоды – это как раз те самые маленькие зернышки, которые находятся внутри. А то, что мы называем плодом, то, что мы называем инжиром, это разросшаяся цветоложа, которая становится сочным и сладким только после того, как его посетили осы маленькие, после того, как они принесли туда пыльцу и, соответственно, оплодотворили женские цветки, которые находятся внутри. Если подобного оплодотворения не происходит, то растение избавляется от таких соцветий, оно просто их сбрасывает. И вот такие вот очень сложные взаимоотношения, то есть в данном случае смотрите, что происходит. Не происходит оплодотворения инжира без ос, и не происходит развитие ос без инжира, потому что им необходимы совершенно мужские соцветия, каприфиги, для того, чтобы отложить внутрь этих соцветий яйца. И вот подобные моталистические взаимоотношения, они, по мнению ученых, возникли очень давно. По их оценкам, они возникли не менее 70, а то, может быть, и 90 миллионов лет тому назад. То есть здесь просто совершенно потрясающий пример коэволюции, совместной эволюции растений и животного, которые создали такой потрясающий тандем, приносящий пользу и одному виду, и другому. В своих видео мы нередко рассказываем о насекомых. Это удивительное совершенно животное, очень разнообразная группа, процветающая сегодня на нашей земле, гораздо больше, наверное, процветающие, чем, например, млекопитающие или птицы. И у нас есть специальное занятие, которое так и называется, про насекомых. Это занятие, которое вы можете посетить, не выходя никуда из дома, поскольку оно проходит в формате онлайн, и всю информацию вы можете найти на нашем сайте. Ну что ж, друзья, приходите к нам в музей очно или посещайте наши занятия онлайн. Мы всегда рады встрече с вами, и у нас всегда найдется для вас что-то интересное. Всем хорошего дня, пока! Субтитры создавал DimaTorzok